Давайте поаплодируем другим ребятам. 50 тысяч рублей всем 100 бальникам. Сертификаты за успехи в учебе вручили каждому выпускнику, получившему на ЕГЭ высшую оценку. Таких в регионе 43. В торжественный день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков свой первый пост в социальных сетях посвятил как раз нашим умникам и умницам. Надеюсь, что после продолжения учебы они все найдут свое место работы, а значит продолжить свою жизнь на такой замечательной земле, как Белгородская. Буду поступать либо в Санкт-Петербург, либо в Москву, ну а там видно будет. А почему в Белгороде или в нашей области не хочешь остаться? Ну, если наша область будет в нас нуждаться, я готов. Но выучиться, наверное, все-таки лучше в Москве и в Питере. Старосколец Никита Добанов, к слову, один из двух ребят в Белгородской области, кто в этом году сразу по двум предметам получил 100 баллов. В его случае по истории и географии. Результат невероятный. И перед талантливым парнем наверняка откроет двери в любой вуз страны. А сертификат на 100 тысяч рублей – приятный бонус при строительстве новой, уже взрослой жизни. Особенно признателен я своим родителям и семье за то, что они всегда поддерживали меня в любых моих начинаниях. Благодарности губернатора Белгородской области удостоились и родители, дети которых смогли безошибочно справиться с единым государственным экзаменом. Я очень горжусь своей дочкой. Я хочу сказать, что это успех, наш успех, это победа наша. Над этим работали не только преподаватели, но хочу сказать, что над этим работала и мама, так как она тоже учитель русского и литературы. Также в Доме правительства чествовали и учителей, которые воспитали самых талантливых выпускников региона. Они с теплотой вспоминают времена, когда дети сдавали им самые обычные устные и письменные экзамены. Но у единого государственного плюсов больше, считают педагоги. Хотя всегда можно придумать что-то объективно лучшее. Нет предела совершенству. Возможно, систему как-то нужно усовершенствовать и где-то что-то изменить, но с минимальным вмешательством человеческого фактора. Система образования не стоит на месте. В Белгородской области делается все или почти все для поддержки талантливых ребят, чтобы учились и возвращались на свою родину. Не потому, что где родился, там и пригодился, а потому, что жить здесь действительно лучше, а перспектив больше. В сентябре откроется образовательный центр «Сириус» на базе «Полгаритма Успеха». Причем там будут не только белгородцы, там есть 30 мест общежития. Поэтому однозначно мы надеемся, что все талантливые ребята смогут получить знания в самом современном центре и куда мы планируем привлечь лучших учителей нашей области. В прошлом году в Белгородской области на 100 баллов единый госэкзамен сдали 38 выпускников, в этом уже 43. Цифры говорят сами за себя. В 2022-м неожиданно выстрелили химики, 13 школьников выбили сотку. Наверняка обо всех этих юношах и девушках мы еще услышим и не один раз. Виктор Апальков и Сергей Драчев, Белгород, Медиа.